Добрый вечер, это новости на телеканале ТВК 6. В студии работает Динара Акалжанова. О самых значимых и актуальных событиях в городе и регионе расскажем в ближайшие минуты. А сейчас коротко о главном. Не допустим необоснованного роста цен, инфляция и дешевый хлеб. О чем еще сегодня рассказали чиновники в Акимате. Скоро во всех магазинах страны. 200 сенье монетой. Горят автобусы и автомобили. Холода наступили. Цена на социальный хлеб останется прежней. Об этом сегодня заявили в Акимате. Мы уже рассказывали о росте цен на основные продукты питания. И вот сегодня чиновники заверили, что резкого повышения цен не будет. Тему продолжит Ержан Ардакула. Социальный хлеб не подорожает. Цена продукта составит от 65 до 85 тенге. И эту стоимость пообещали удержать в Акимате. Руководитель отдела предпринимательства Даньяр Шакаримов заверил, что все пекарни не повысят стоимость социального хлеба. Но мука подорожала на 10%. Поэтому другие хлебобулочные изделия уже подорожали в среднем на 5 тенге. Да, действительно, повышение на муку есть. То есть, даже если посмотреть, месяц, две недели, три недели назад, была сумма, цена 92 тенге была за муку. А сейчас 100 тенге идет, все знаете, да? Ну, мы, как переговорились с хлебопеками, пекарнями, они утверждают, что пока не будут поднимать цену. Будет в городе вот такая цена будет. Максимально 85 тенге. Сегодня в городе наблюдается рост цен на 6 социально значимых продуктов. Это крупа, гречка, мясо, молоко, сливочное масло и творог. Помимо этого, зафиксировано снижение цен на морковь, лук и сахар. Иржан Ардакулы, Марат Сагимбаев, ТВК 6. Председатель Совета Безопасности Нурфултан Назарбаев раскритиковал исполнение программ развития регионов. Напомним, первый президент провел совещание с участием членов правительства и партии Нур-Отан в Можелесе. Ельбасы заявил, цитирую, «Стратегические программы осуществляются формально, отсутствует должный контроль их исполнения. Некоторые пункты и вовсе не реализуются. Поэтому Министерству национальной экономики было поручено следить за работой в регионах более тщательно и заслушивать необходимые отчеты. Напомню, в Семей правительственная делегация уже побывала. Аким города Ермак Салимов выступил с докладом о реализации комплексного плана развития Семея до 2025 года. Этот стратегический документ был утвержден премьер-министром 8 октября. На его реализацию предусмотрено 260 миллиардов тенге. Добавлю, что вице-министр финансов Берег Шолпанкулов дал положительную оценку работе местных чиновников по освоению бюджета. Хотелось бы отметить, что в части освоения здесь высокий показатель всего лишь 10 миллионов тенге не освоение. Полиция превращается из карательного органа в услугодателя. Для этого и открываются фронт-офисы во всех отделениях полиции. Девиз стражей порядка – чем еще мы можем вам помочь? Информационно-разъяснительная работа и юридические консультации полицейских направлены на то, чтобы оперативно помочь и заслужить доверие граждан. С 18 октября полицейские работают с населением в новом формате. Теперь полицейские приглашают горожан в свои фронт-офисы. В них уже обратились порядка 300 семичан. За сегодняшний день на данное время пришло 13 человек по различным вопросам. Это по оформлению удостоверения личности паспорта заграничного, по вопросу получения разрешения на владение гражданским оружием, по административным штрафам люди обращались. На все поставленные вопросы сотрудники полиции дали ответ. Полицейские раньше контактировали с населением, но формат был другой. Представители правоохранительных органов выезжали на улицы и проводили акцию приемной на дороге. По итогам этой работы более тысячи семичан смогли решить свои вопросы. В основном это оплата штрафов и юридические консультации для оформления необходимых документов. Добавим, что горожане могут обратиться к полицейским в онлайн-режиме. Для этого нужно написать письмо на сайт Акимата. Пожар в автобусе, сгорела панель приборов и обшивка салона. Об этом сообщает информационное агентство «Объектив Восток» со ссылкой на пресс-службу УЧС города Семей. На момент возгорания автобус марки «Шаолинь» находился на рынке Жансая. Пострадавших нет. Транспорт принадлежит частному перевозчику. С наступлением холодов пожары в автотранспорте участились, отмечают огнеборцы. В основном горят старые авто, срок эксплуатации которых превышает 10 лет. Так, совсем недавно сгорели сразу два автомобиля. Пожарные призывают водителей подержанных авто не пользоваться лампами с открытым огнем и вовремя проводить техобслуживание электрической части автомобиля. Впервые железнодорожный мост будут ремонтировать, причем капитально. На эти цели выделено порядка 2 миллиардов тенге. Об этом сообщают власти города. За 90 лет эта переправа ни разу не подвергалась капитальному ремонту. Напомним, областная транспортная прокуратура пыталась закрыть этот мост. Строение изрядно изношено. Опоры моста еще держатся, а вот сам мост требует замены. Поэтому на переправе поезда снижают скорость до минимального уровня. Это единственный мост, который соединяет железные дороги Казахстана и России в регионе. Внутри моста расположены все инженерные коммуникации. Поэтому нескольких миллиардов может и не хватить. По подсчетам специалистов, ремонтные работы обойдутся в сумму не менее 16 миллиардов тенге. На обновление моста уйдет больше полутора лет. Кроме этого объекта, в рамках реализации комплексного плана развития города обновят и автогужевой, в народе больше известный как Старый мост. Средства будут выделены из республиканского бюджета. В Казахстане выпустят монету номиналом 200 тенге. Новая денежная единица появится в 2020 году. Об этом сообщает Национальный банк. Финансовый регулятор пока не утвердил дизайн новой двухсотки. Купюры, которые используют сейчас, самые ходовые и поэтому быстро изнашиваются. Они служат не больше полутора лет. Добавлю, что казахстанцы уже давно жалуются на дефицит банкнот в 200 тенге. Эти купюры в банках не выдают, даже по запросу. Это были все новости на сегодня. А я напомню, что выпуски информационной программы «Шарайна» доступны на нашем YouTube-канале. Ссылку можно найти на сайте газеты «Спектр». На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и побольше нам хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!